Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Рафаил, мир ему, рассказал, что есть ангелы, которые постоянно стоят и от стыда перед Богом не поднимают головы. Другие постоянно находятся в поясном поклоне, некоторые находятся в земном поклоне. Зулькарнайн, мир ему, восхитился этим и возжелал долгой жизни, чтобы поклоняться подобно ангелам, и сказал об этом Рафаилу. Ангел открыл ему тайну, рассказав, что на земле есть источник под названием Мааль-Хаят, вода жизни, и тот, кто выпьет из него, будет жить до судного дня. Искандару, мир ему, захотелось найти источник воды, чтобы испить из него и остаться живым до судного дня. Он спросил ангела, не ведает ли он, где находится этот источник. Ангел ответил, что точно не знает, и рассказал то, что было ему известно. Я слышал от других ангелов, что источник находится в мире тьмы, но точное местонахождение мне неизвестно. Искандар, мир ему, собрал большой маджлиз ученых-элимов и всех мудрецов и поставил перед ними вопрос, не знают ли они, где находится Мааль-Хаят. Все ответили, что не ведают об этом ничего. Но один из них сказал, что ему известно, будто Господь где-то на земле расположил тьму, и в этой тьме поместил Мааль-Хаят. Алим пояснил, что об этом источнике он читал в завещаниях Адама, мир ему, и что родник должен располагаться на востоке. Так он рассеял все сомнения. Зуль Карнайн, мир ему, собрал шеститысячное войско, из отборных мудрецов и храбрецов во главе отряда поставил Хидра, мир ему, и двинулся в путь. Ему сказали, что в темноте лучше всех видят молодые кобылы, поэтому отобрали тысячу таких лошадей и подготовили все, что необходимо для снаряжения армии. Днем и ночью, не останавливаясь, преодолевая трудности, войско двигалось на восток в поисках мира тьмы. Двенадцать лет провели они в пути, и, наконец, достигли его. Место это было необычайно удивительное. Темнота, похожая то ли на дым, то ли на тьму ночью, окутывала его. Мудрецы стали советовать Зуль Карнайну, мир ему, не входить туда, говоря, что до него ни один царь не вступал в темноту. Но Искандар, мир ему, не стал их слушать и твердо настоял на том, что обратно они не повернут. Он спросил ангела Рафаила, мир ему, будут ли они видеть друг друга, когда вступят во мрак. И ангел дал Зуль Карнайну, мир ему, красный жемчуг. Рафаил, мир ему, сказал, что жемчуг зазвучит, если бросить его на землю, и с его помощью они найдут друг друга. Зуль Карнайн, мир ему, подготовил часть войска ко вступлению в темный мир, а остальным велел остаться и наказал, чтобы они ждали их двенадцать лет, по прошествии которых, если они не вернутся, возвращались домой. Затем его войско во главе с Хидром, мир ему, двинулось в мир тьмы. Они шли двенадцать дней, не различая ни дня, ни ночи, не видя ни солнца, ни луны, не встречая ни зверей, ни птиц, ничего живого. Тут к Хидру, мир ему от Господа, пришло тайное известие, где указывалось, в какой стороне находится источник Ма-Аль-Хаят. Ему было велено идти туда одному, отделившись от войска. Всемогущий сказал, что никому, кроме него, не суждено испить из этого источника. Когда пришло такое повеление, Хидр, мир ему, сказал спутникам, чтобы они подождали его. И пошел один. Как было сказано в Откровении, он свернул направо, спустился в ущелье, нашел там источник, сошел с коня, искупался, сделал омовение и напился вдоволь. Вода источника была слаще меда и белее молока. Испив ее Хидр, мир ему испытал блаженство. Искандар же мир ему не достиг желаемого, ибо не все мечты человека исполняются. Сорок дней и ночей Искандар, мир ему, и его воины кружили во тьме, не зная, где они, а потом увидели некую крепость. Оставив Хидра, мир ему с войском, Зуль-Карнайн пошел туда один. Твердыня была из желтой меди с железными воротами, размером по ворсаху в длину и ширину. Он сошел с коня и подошел к крепости. Открыв ворота, вошел внутрь. Там Зуль-Карнайн увидел огромную белую птицу. Он осторожно подошел к ней и поприветствовал ее. Соизволение Всевышнего птица ответило на его приветствие и весьма красноречиво заговорило с ним. «Что, Искандар, мало тебе было всей Земли, что ты пришел еще и сюда?» Потом она сказала, что хочет спросить Искандара кое о чем. Он согласился ответить на любой вопрос. «Распространено ли среди вас прелюбодеяние и распитие спиртного?» — спросила она. «Да, распространено», — ответил Зуль-Карнайн. Птица затрепетала, увеличилась в размерах, заполнив собой весь дворец, и издала громовой звук, словно ангел Раат, мир ему, ангел грома. «Распространено ли лжесвидетельство и ростовщичество?» — спросила она снова. «Да, и такое есть», — ответил он, и, услышав это, птица от негодования вновь встрепенулась. «Строят ли у вас большие дома?» — опять спросила птица Искандара, мир ему. Он опять ответил утвердительно и задрожал от трепета птицы и ее громоподобного крика. «Оставили ли люди единобожие?» — спросила она затем. Когда он ответил, что еще не оставили, птица немного успокоилась. «Оставили ли люди обязательную молитву?» — спросила она. Когда он ответил, что не оставили, она стала еще спокойней и уменьшилась в размерах. Потом она спросила, оставили ли люди обязательное полное омовение, и, когда он ответил, что нет, птица приняла прежние размеры. Потом она позволила Искандару, мир ему, взглянуть с высоты крепости. Он поднялся на крепость и увидел человека, прекрасного собой. Незнакомец спросил Зулькарнайна, кто он. Услышав, что он Искандар, тот человек упрекнул его, спросив, зачем он сюда пришел. Не хватало ли ему того, что дано на земле? Зулькарнайн спросил его, внимательно смотревшего в небо, кто он. И тот ответил, что он, ангел Исрафиль, мир ему, готовый дунуть в Сур, рок-ангела Исрафила, который известит о конце света в тот же миг, когда Творец повелит ему сделать это. Затем он поднял камень, отдал его Зулькарнайну и велел уйти. При этом ангел предупредил его, что когда камень будет сыт, и он будет сыт. А когда камень будет голоден, он тоже будет голодать. Искандар, мир ему, взял камень и решил вернуться с войском обратно. Он рассказал обо всем, что произошло с ним в крепости, о том, что ему сказали про камень, и спросил Алимов, какая мудрость заключается в этом. Мудрецы положили этот камень на весы, а на другую чашу примерно такой же, и очень удивились, когда обнаружили, что он оказался намного тяжелее обычного камня. Тогда они, чтобы уравновесить их, положили на противоположную чашу тысячу булыжников. Но тот камень все равно перевесил их. Ученые признались, что не знают этой премудрости. Тогда Хидр, мир ему, взял горсть земли и положил на другую чашу весов. И они уравновесились. Все удивились совершенству познаний Хидра. Искандару захотелось узнать, что все это значит. Тогда Хидр, мир ему, сказал ему, что человека насытит только земля. Исрафиль, мир ему, привел ему этот пример, как упрек в том, что Зулькарнайн, будучи властителем всех людей земли и недовольствуясь этим, пришел туда. От стыда перед Всевышним Искандар, мир ему заплакал и был готов провалиться сквозь землю. «Все это верно», — признался он Хидру и дал слово, что до конца жизни больше не тронется в путь. Когда Зулькарнайн, мир ему, возвращался со своим войском из мира тьмы, они спустились в одно ущелье. Из-под копыт лошадей раздавался такой хруст, словно они шли по щебню. Все стали спрашивать друг друга, что бы это могло быть. Ангел Рафаил сказал Искандару, что это то, о чем будут сожалеть. И тот, кто возьмет его, и тот, кто оставит. Зулькарнайн велел всем взять, кто сколько хочет. Одни взяли много, другие мало, некоторые вообще не взяли. Так как не могли решить, что для них лучше. Когда войско вышло из мира тьмы, люди обнаружили, что это алмазы, и очень опечалились. Если бы Зулькарнайн, мир ему не покаялся, он набрал бы мешки драгоценного хризалита. Если бы он наткнулся на них до того, как в его сердце проник зухт, аскетизм от решения от мирского, равнодушия к нему, он не оставил бы там ни одного камня. Те, кто ничего не взял, опечалились, что не взяли хоть немного, а те, которые взяли немного, огорчились упущенному шансу взять больше. Обратите внимание, как человек стремится к мирскому. Не имея ничего, он стремится к малому, а имея малое, стремится к большему. Посмотрите же, как многого хотят люди, и не насытятся они ничем, пока не уйдут в землю. Есть ли на свете кто-либо жаднее человека? В упомянутом царстве Зулькарнайн, мир ему по воле Божьей, правил 17 лет. Когда ему исполнилось 36 лет, пришел его черед испить из рога смерти. Искандару предсказывали по звездам, что он найдет свой конец между железной землей и деревянным небом. В пути его настигла болезнь, и чтобы было легче переносить жару, войны подстелили ему кольчуги, а над ним сделали навес из досок. Зулькарнайн вспомнил предсказания звездочетов и понял, что дни его сочтены, и что смерть настигает его. Искандара едва сумели довезти до Вавилона, где он и умер. Здесь же его и похоронили. Так сказано в книге Бадаи Узухур. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.